Добро пожаловать на дискуссию «Покорение космоса. Вся Вселенная полна жизни совершенных существ». Наша сегодняшняя дискуссия продолжает встречи на стыке науки и искусства Лейза Леонардо в Санкт-Петербурге. Это программа международных встреч, презентаций, перформансов, которые объединяют и художников, и исследователей, специалистов области гуманитарных и технических наук, а также широкую аудиторию. Лейза были основаны в 2008 году и на сегодняшний день насчитывают 47 площадок по всему миру. Проект нацелен на поддержку культурной среды, регионов и развитие междисциплинарного диалога. Как Вселенная стала такой? Формирование и эволюция галактик. Откуда это пришло? Что такое темная материя? Может ли существовать Вселенная с темной материей параллельной нашей? Почему изучение чего-то недоказуемого может по-прежнему оставаться научным вопросом? Познание космоса дает безграничные возможности воображению и фантазии. Космос свободен от земного времени, биологических часов, гравитации и дает нам новое пространство для творческих изобретений. Искусство – это своеобразное визуальное отображение нашего понимания и изменений Вселенной и вдохновляет думать о более масштабных вопросах. По-новому взглянуть, кто мы, откуда мы, куда мы идем, и есть ли там во Вселенной кто-нибудь помимо нас. Сегодня мы поговорим и будем обсуждать участие собак в первых суборбитальных и орбитальных полетах, а также образ космических собак в советских масс-медии. Поговорим о тихоходках и их выживаемости в экстремальных экологических условиях, включая космосе. Также, что люди эмоционально хрупкие, доверчивые и хозяева очень маленькой точки в космосе. Затронем существа, которые питаются энергией черных дыр, обсудим художественные исследования, основанные на имеющихся знаниях о межвидовой коммуникации и гипотезе распространения межпланетных цивилизаций, а также творческие поиски и интерес к космосу. И какие уроки можно извлечь от этого путешествия разума через Вселенную. Наш первый гость Мэтью Ли, поэт, астрофизик, менеджер Хэтч Фонда, имеет докторскую степень по физике Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где изучал теоретические элементарные частицы и нелинейную динамику. С детства мечтал о черных дырах, верит, что у каждого должна быть тихоходка в качестве домашнего питомца. Матю, please. Матю, спасибо, Наталья. Я сейчас буду спать. Я буду спать об этом. Я буду спать об этом, конечно. И, конечно, мы не можем поговорить о спать кратушах, без того, чтобы поговорить о спать. The universe, it's big, it's much larger than the size of a grapefruit, and it can hold 10 to the 82 grapefruits in them, which is quite a bit of grapefruits, so that's very large. It's cold. The deepest parts of outer space, it's absolute zero or close to it around minus 270, 273 degrees. Between planets, kind of near the sun, sort of in our solar system, it's about minus 73 degrees centigrade, and it's very harsh. There's 200 to 400 times the radiation as Earth around our solar system. So for planets, since everything we know that has life or that we can conceive of probably is on a planet or starts on a planet, there are mass extinction events. For Earth, it's every 50 to 60 million years from an asteroid impact, and it can also occur from a nearby supernova that radiation could wipe out the whole planet, life on the planet. Our own sun will die as a red giant. The diameter of the sun will increase and engulf the Earth. So these are events that every so often wipe out all life on pretty much all planets. So for a civilization to persist on a planet, a civilization of people, of creatures like us, which are rather fragile, you need to be spacefaring. So we need to get off the planet and live in space. But that's not the only answer. So there is the tardigrade, which are about one millimeter in length. They can survive to absolute zero, which is amazing. The temperature of space, the deepest depths of space, they can survive it. They can take a thousand times the radiation on Earth. They can survive pressures six times greater than the deepest oceans on Earth, which is incredible. It'll squish animals flat. They can handle no water, no oxygen for periods of time and extreme environments, and they can survive the pure vacuum of space. It's a perfect creature. They can survive nearby supernovas and extinction-level asteroid events. When there's no water or they're in trouble, they pull their heads and legs in into a ball and they get rid of about 97% of their body mass in water. And their cells are surrounded by very intense antioxidants, which also protects them from radiation. And the longest known state of this, where they've been revived back to life has been 125 years. And they are already on the Moon. An Israeli lunar lander crashed on the Moon a couple years ago that carried thousands of tardigrades. So they're probably in this desiccated state, dehydrated state on the Moon right now, waiting to be revived. A few drops of water will bring them back to life. So the lowly tardigrade will also persist. I'm going to digress a little and talk about deep undersea hydrothermal vents. So they come into existence due to volcanic action beneath the surface of the Earth. Water will seep in somewhere, get heated by the magma, and shoot up through vents. And it shoots up a lot of chemicals embedded in the Earth's crust. So at the top right is a picture of one of these vents. It's boiling water that comes out. And it's rich in hydrogen sulfide and methane. At these depths, there's no sunlight. It's essentially zero sunlight. So photosynthesis does not occur. Everything we know about on the surface of the Earth runs on photosynthesis, even in the ocean. Ultimately, it's through seaweeds that convert light into energy. But at these depths, that does not occur. We discovered there is life there. And at the bottom part of that vent, you see these red-tipped, quite long things. Those are tapeworms. They've evolved to two worms. They've evolved to exist through chemosynthesis and not photosynthesis. And the picture below that is a creature that's in the same family as shrimp. This particular type of creature grows normally to three centimeters. At these depths, they grow to 30 centimeters long. So there's a lot of gigantism where, at these depths, creatures grow to be much larger than normal depths. So there's a whole ecosystem that evolved around these deep energy vents to convert the energy from these vents to live off of. Now let's talk about another energy vent, which is a black hole. They create extreme intense sources of energy. The top right is a picture of one, an illustration of one. These energy jets shoot very far off. They can even span galaxies. It's very intense. Black holes also evaporate through Hawking radiation. They give off some energy as well. And you can increase the energy that's released in a black hole if you play with the magnetic field lines, if you manipulate them. If you disconnect them and reconnect them in the right way, you can get it to give you more energy. So perhaps there can be creatures that evolve to live off of this type of energy source around this energy vent, the black hole. And maybe they can manipulate the magnetic fields themselves consciously to increase the energy output. And maybe they need to be multi-dimensional so that they can survive the gravitational forces in our three-dimensional universe. So perhaps there are some giant energy creatures as well that maybe live off of the nutrients of these black holes. So I would say the perfect creatures in my universe are the tardigrade, spacefaring peoples, crystals and black hole energy vent creatures. Thank you. Thank you so much, Mattis. Большое спасибо. Наш следующий выступающий Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений русского музея, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, с 99-го года действительно член Северо-Западного отделения Федерации космонавтики России, а с 97-го года сотрудничает с Музеем технологий юрского периода в Лос-Анджелесе, а с 12-го года с Культурным центром Европейских космических технологий в Словении. Куратах многочисленных выставок современного искусства, в том числе связанных с космосом. Автор многих статей и книг, включая советские космические собаки. Олеся. Спасибо. Надеюсь, что вы хорошо видите, да? И я хотела бы начать. Спасибо Мэтью. Я тоже за тихоходок, и мне они кажутся совершенными существами. Я даже готова сделать своим домашним властителям тихоходку, но не знаю, смогу ли я о ней позаботиться. Я хочу получить у вас, у Александра Дементьевой, который является специалистом также по тихоходкам, консультацию, как доставить удовольствие и позволить тихоходке выжить. Я возвращаюсь к Константину Дардовичу Целковскому, который справедливо называют отцом советской космонавтики, потому что именно его исследование мировых пространств реактивными приборами, оно позволило человеку оторваться от Земли. И первая часть этого исследования появилась в 1903 году. Здесь вы видите издание 1914 года, но, что очень важно, издание, которое поднималось в космос и было подписано Томасом Стефордом и Валерием Кубасовым, которые участвовали в миссии «Союз Аполлон» в 1975 году. Целковский пропагандировался советской властью, потому что, как всякая власть утопическая, тоталитарная, она верила, что будущее наступит именно сейчас. Но если мы переходим к следующим после тихохода к существам, а на самом деле первым существам, которые были отправлены в орбитальные и суборбитальные полеты, то этим занимался Сергей Павлович Королев, главный конструктор, совершенно легендарный человек, который начал заниматься еще в 30-х годах реактивным двигателем, потом был репрессирован, чудом выжил, работал в сталинской шарашке. И ему удалось, благодаря его энергии, удалось создать ракету, которая способна была оторваться от земли и преодолеть силу земной гравитации. Но что для нас крайне важно, что Королев, так же, как и Целковский, они думали о ракете не как о военном оружии, хотя военное оружие, безусловно, занимались, как известно, не только в России, но и в других странах. И, прежде всего, соперники по холодной войне Америки ракетами для того, чтобы создать межконтинентальные ракеты и чтобы поразить врага, который находится через океан. Так вот, Сергей Павлович Королев, он мечтал о том, чтобы отправить живое существо в космос. И с конца 40-х годов он начал проводить исследования и отправлял на суборбитальные полеты. Отправлялись собаки по двое, потом они приземлялись, исследовали параметры. Увы, не все как бы заканчивалось не всегда благополучно. Вот вы видите, собственно, из музея космонавтики в Калуге такую тележку-катапульту, в которой собака приземлялась, чтобы сохранить ее. Выглядит она совершенно как из научно-фантастического романа. И эта программа была долгое время засекречена. Ее рассекретили только во время первого геодезического года, когда уже готовили вполне человеческую ракету для запуска собаки уже в орбитальное пространство. Но до этого были представлены журналистом настоящие звезды. Вы видите здесь. Как вы знаете, в 1957 году была отправлена собака Лайка. И вот это фрагмент из фильма Марии Славинской Николая Чегорина, которая стала символом для Советского Союза, символом героического подвига, а для западных, для жителей других стран она стала символом такой невероятной жестокости. Потому что собаку никто не спрашивал, хочет ли она отправить в космическое путешествие. А ее отправили тогда, когда еще не умели возвращать обратно собак. И вот этот конфликт между двумя системами и пониманием о ценности жизни, не только человеческой жизни, но и жизни собаки, он стал принципиальным, настолько принципиальным, что несмотря на то, что в Советском Союзе изначально не задумывались о том, как представить образ Лайки, кроме того, что она была тщательно сфотографирована и снята на кино от камеры, потому что понимали значение ее полета, первое теплокровное существо на орбите. Но когда объявили в газете, правда, было объявлено, что первое теплокровное существо оказалось на орбите, даже не дали ей имя. И только потом она получила имя Лайка, а после того, как стали говорить, узнавать о ее судьбе, она, к сожалению, через несколько часов после начала полета погибла в мучениях от перегрева, потому что не продумали эту систему. И только тогда начали пропагандировать ее образ как образ героя. То есть выпускали конфеты, выпускали сигареты Лайка, вы видите здесь и рекламу этих сигарет, и она была на фоне трех космических спутников, то есть память Лайки жива, остальные спутники сгорели. И даже основатели социарта, художники Комара и Меламид, они сделали такую картину, сигаретная пачка Лайка, они сделали это в 1972 году, передавая эффект героизации. И только на 1951 году после полета Лайки по настоянию ученых ей установили памятник во дворе Института авиационной медицины, опоздав фактически на год к 50-летию. И производили конфеты Лайка, шоколадки, причем шоколадки не только с Лайкой, вот в этом шоколадном наборе вы видите первый спутник, и Лайку, и Белкую Стрелку, и Чернушку, и Валентина Терешкова, и Гагарина, и Титова, например, здесь Лайка, и Белкая Стрелка. Также этот образ героических советских собак, он пропагандировался с помощью детских книг, и причем детские книги в Советском Союзе, они несли познавательную функцию. Здесь вы видите действительно портреты Козявки, Лайки, Отважные, Белкие Стрелки, Чернушки и Звездочки. А, конечно же, в 60-м году, когда после того, как Лайка была отправлена с билетом в один конец в космос, Королев сказал, что никогда больше не отправит ни одно существо в космос без надежды вернуть его. И только в 60-м году, 19 августа, отправилась ракета с Белкой Стрелкой, которые счастливо вернулись. Вот доктор Газенко, который занимался этими исследованиями, держит их в агентстве ТАСС и демонстрирует всему миру. Конечно же, было понятно, что готовится, что Белка и Стрелка летали не просто так, а что готовится полет человека в космос, и поэтому здесь в журнале «Огонек» написано, что космос жди в гости советского человека. Выпускали открытки, выпускали детские книжки, приключения Белки и Стрелки. Ну и, конечно, после этих полетов доказывалась возможность собак приносить здоровое потомство. А летали в основном девочки, потому что так было легче справиться с проблемой дефекации и мочеиспускания, потому что для них совершили специальные комбинезончики. Так вот, когда Стрелка принесла шесть щеночков, одна из них была, пушинка была отправлена президенту Кеннеди, и в качестве дипломатического подарка, который должен, еще раз подчеркивать, был значение победы в космосе Советского Союза. Белка и Стрелка закончили свое существование тем, что их после, так сказать, жизни уже в авиационном институте и естественной смерти из них сделали чучело, которое сейчас находится в музее космонавтики в Москве, где они стоят на фоне ракет, занимая свое почетное место. И было более 40 полетов орбитальных и суборбитальных, но вот перед Гагариным последним была собака-звездочка, которую Гагарин назвал «звездочкой», потому что изначально собаку звали «Удачей», их все время переименовывали в качестве конспирации и по каким-то соображениям таким вот суеверии. И вот «звездочка», она тоже стала очень известной, как та, кто в сопровождении манекена Ивана Ивановича и целого нового корчека, как бы оказалась на орбите и счастливо вернулась. И вы видите здесь коробку конфет со звездочкой. И здесь вы видите памятник звездочке. Дело в том, что памятники собакам, вот лайки в 2008-м установили памятник, а звездочки только в 2006-м в Ижевске намерите ее приземление. И на этом памятнике самое главное даже не только сама собака, а то, что здесь написаны имена тех конструкторов и тех ученых, которые сделали этот полет возможным. Вообще получилось так, что обожание и радость, и гордость, и масс-медиатизация космических собак, она как бы совершалась за счет тех ученых, чьи имена не могли рассекретить. И только потом, уже после перестройки, многие факты стали известными. И уже в 2014-м году издательство «Фьюэлл» сделало такую книгу, которая называлась «Советские космические собаки». Здесь «Земной шар», «Советский союз», «Москва», «Фьюэлл». И пригласили меня собрать эти истории, которые мне были дороги с детства, за что я издательству с таким говорящим названием «Фьюэлл» невероятно благодарна. Как вы знаете, сейчас запрещено посылать в космос высшие существа, сейчас не посылают ни собак, ни обезьян. И поэтому, даже если когда космонавтов спрашивают, не хотят ли они, чтобы у них был на орбите друг, они сказали, они не отказались от друга, но, наверное, в настоящих условиях осуществления полетов никто не стал бы мочить ни собаку, ни какое другое существо. А все-таки, я надеюсь, что тихоходкам эти космические путешествия доставляют удовольствие. Спасибо. Большое спасибо, Олеся. Наш следующий участник – Александра Дементьева. Она является мультидисциплинарным художником, профессором Королевской академии художеств в Брюсселе. И уже более 20 лет занимается медиаискусством. В своих инсталляциях соединяет различные виды искусства и кино, и музыку, и перформанс. Ее интересуют вопросы, связанные социальной психологией и теориями восприятия в решении современными художественными средствами. Ее работы выставляются по всему миру. Александра. Добрый день. Мне очень приятно быть вместе с вами. Спасибо за приглашение. Спасибо, что зрители теперь присоединились, слушают наш разговор о космосе, который важен с точки зрения, во-первых, того, что мы уже стоим практически на пороге космоса и скоро все полетят на Марс. Ну и, соответственно, потому что это тема, которая всегда интересовала всех, начиная, я думаю, даже с людей, которые даже сейчас могут идти неандертальцем. Как художник меня всегда интересует, ну не просто когда я работаю и делаю инсталляции, интерактивные инсталляции в основном, а интерактивные, потому что мне хочется, чтобы у человека, который находится внутри этой инсталляции, сразу появился тот или иной желание продумать, о чем эта инсталляция, о чем художник хочет рассказать или предложить какой-то диалог. И для этого, собственно, я использую интерактивность. Для меня это не является каким-то особенным, чем-то особенным. Это является просто одним из средств производства, которые дают возможность иметь реакцию для немедленно получить ту или иную реакцию, иногда положительную, иногда отрицательную, иногда очень интересную дискуссию и диалога. И, соответственно, это уже сама по себе идея, то, что можно использовать разные чувства людей. Не только, допустим, мы любим наше любимое наше чувство, мы видим через наш взгляд, через наше видение, мы оцениваем мир, мы наслаждаемся, мы можем ненавидеть, но еще точно так же мы слышим, точно так же мы осязаем, точно так же мы прикасаемся. То есть у нас есть вот это вот, как мы говорим обычно, пять чувств, которые нам позволяют ассоциировать себя с этим миром. Меня интересует, есть ли возможность в инсталляциях и вообще в наших работах идти дальше. То есть мы не только бы ощущали какие-то известные нам пять, нам, так сказать, данных, чувств, но и значительно больше. Тем более, что следуя последним исследованиям, и тоже не совсем даже последним, то есть уже все-таки есть такое мнение, что у нас их значительно больше чувств. То есть у нас есть чувство гравитации, потому что мы чувствуем, когда мы падаем, у нас есть чувство не только тактивности, но у нас есть чувство жары и холода. То есть, опять же, это чувство, которое мы не называем, не вкладываем в эти пять, но, тем не менее, их значительно больше. И поэтому, соответственно, если мы имеем возможность это использовать тем или иным образом в наших художественных работах, это уже для меня очень интересно. И, соответственно, космос для меня тоже это не только идея о другом мире, но это также идея, которая символически дает возможность просто мечтать или придумывать какие-то вещи. И одна из тех вещей, которой я очень часто с этим работаю, это образ инопланетянина, инопланетянин, соответственно, я, с планетой Кван, то есть это полностью все вымышленное, и планета Кван, которая является планетой цивилизации, находящейся на третьем уровне. Третий уровень цивилизации – это Кардашоу, то есть цивилизация, которая использует уже фактически энергию всей Вселенной. И идея такая, что, в общем-то, поговорить о том, что могут быть цивилизации не такие, как мы часто читаем в фантастической литературе, которая обязательно что-то завоевывает, с кем-то воюет и занимается исключительно использованием тех или иных ресурсов. Но идея такая, что цивилизации могут быть просто уже находиться на том уровне, что их интересует именно исследование, исследование, процесс исследования, архивации, встречи с новым и записи памяти, но уже на вселенском уровне. И вот таким вот персонажем, таким симбиозом, или точнее это называется слиянием, генным слиянием человеческим, хамо-сапиенсы и Кванина являюсь я. И, соответственно, наша цивилизация пытается понять, как работает, как функционирует человеческая цивилизация, которая себя ограничивает пятью чувствами, которые отказываются понимать то, что происходит вокруг на уровне тех же самых животных, о которых говорил Олесе. Потому что животные не умеют, так сказать, не имеют этой нарративной базы, которую мы, люди, имеем. И, соответственно, они являются для нас нишами, хотя теоретически они просто и живут в другом мире. И поэтому тоже всегда хочется прийти и вспомнить Укселя, фон Укселя, который один из первых фактически, хотя до этого тоже были, так сказать, ученые, которые об этом говорили, начал говорить об Умвельте. Умвельт – это просто мир, реальность, которая создает каждое живое существо, но для себя, то есть используя свои собственные чувства. И, соответственно, если мы там возьмем, допустим, он любит приводить, как пример, клеща, у клеща фактически только три ощущения от реальности, но они для него вполне самодостаточные. То есть ему нужно, он чувствует тепло, он чувствует движение и, соответственно, после того, как он попадает на кожу, он, соответственно, впивается и пьет кровь. И, соответственно, для него этого достаточно. Эти три чувства – это вполне логично с точки зрения цивилизации, чтобы клещ благополучно существовал в том виде, в каком он есть, и с ним, собственно, происходило то же самое, что со всеми остальными. То есть они живут, умирают, размножаются. И, соответственно, Кваньян, они, опять же, о тихоходках, что такое у Кваньян интересное, как у цивилизации, то, что фактически они как бы такие огромные тихоходки. То есть очень много, во-первых, чисто по форме, мифологически мы похожи на тихоходок, когда мы имеем наше лицо, и, соответственно, имеем очень много чувств, чувства, ощущений вот этой вот реальности. Их больше сорока, и поэтому это одна из тех вещей, которая позволяет нам не просто быть в определенном гармонии с природой и с тем, что вокруг нас, но, соответственно, и понимать, ну, во-первых, и тех же самых животных, относительно понимать, понимать, например, если это какая-то агрессия, если это какое-то просто ощущение, которое они испытывают по отношению к нас, или наоборот, это ощущение какой-то дружбы, какой-то симпатии. То есть это все идет, происходит на очень другом совершенно уровне. То же самое кваниная цивилизация отличается тем, что у нас никогда не было никаких войн, поскольку это возможность на чисто таком электроуровне, потому что нейроны, они, собственно, не разговаривают через электрические импульсы, считывать вот это вот состояние нашего мозга и, соответственно, уже заранее знать, если у человека какой-то находится, не у человека, а кваниная, у него есть какое-то очередное, либо какой-то к вам вопрос, либо какое-то равнодушие, либо еще что-то, либо если агрессия, то, соответственно, сразу уже изначально эту агрессию пытаемся преодолеть практически, чтобы никогда не было никаких конфликтов. Ну и потом квани, они являются просто самыми большими животными на всем кване, то есть они как бы просто с точки зрения доминируют. Но при этом они полностью, так сказать, находятся в полном слиянии с тем, что вокруг нас. И даже если мы вспомним немножко о Штайнере, у него была в свое время, он писал такая теория, что цивилизации, которые жили на Земле, они не все были как мы, то есть материальные, и которые занимались исключительно, вот как мы, у нас финансо-экономическая основа, основа, и фактически одна из важных ценностей – это деньги или там за какие-то металлы. А у Штайнера была идея, гипотез, что может быть когда-то до этого, там еще даже до древних греков и до Атлантиды существовали цивилизации, которые умели, именно у которых были очень сильно развиты разные чувства, и которые умели не просто понимать птиц. Они знали, они могли чувствовать, как вертится Земля, какие меняются созвездия в тот или иной момент, и фактически существовали в неком унисоне с тем, что их окружало. Ну и, соответственно, если вы находитесь в этом таком состоянии какого-то, не даже может быть блаженства, мы можем это сказать, то, собственно, не обязательно делать какие-то, заниматься строительством, еще чем-то и так далее, соответственно, просто мы не имеем следов этой цивилизации. Но, может быть, она была. Поэтому, соответственно, и с точки зрения, опять же, кванины, чем они отличаются от людей, то, что, конечно, мы живем значительно дольше, и это потому, что у нас есть возможность впадать в анамбиоз, мы можем надолго засыпать, мы имеем возможность практически, есть одни из вариантов кванен, которые могут находиться практически в вакууме, то есть, ну, конечно, безусловно, недолго, как тот же самый летающий корабль, но которые могут быть в состоянии вакуума, не тратиться 30 секунд, как, в принципе, говорится для человека, 30 секунд, и после человека умирает, а значительно дольше, это может быть там 10 часов, допустим. И, соответственно, опять же, к тихоходкам возвращаются, потому что тихоходки местные, тихоходки земные для нас, это как бы мы пытаемся с ними войти в определенный контакт, пока что нам не удалось найти общего языка, поскольку мы ищем. Но, тем не менее, на нашей планете вот такого рода тихоходки, как существуют на Земле, они, соответственно, являются такими как бы такими томогучими, такая игрушка, соответственно, в каком смысле, в том, что это дается детям в кване, и дети должны за ними ухаживать всегда, и они всегда вместе с ними. Вот, и почему именно тихоходки? Потому что, собственно, если ребенок вдруг забыл покормить или еще что-то, тихоходка может просто спать в состоянии спячки, и потом ее можно, родители уже могут ее, так сказать, привести к жизни. Ну, собственно, такие наши игрушки. Но, опять же, это нехорошо, потому что мы, опять же, мы не считаем, что они ниже нас, но просто у нас определенные, так сказать, с ними вот такие вот договоренности и отношения. Ну, еще что хотелось бы сказать, что, конечно, когда есть возможность использовать много разных чувств, не пять, соответственно, есть возможность и создавать произведения, которые, может быть, будут не только нам давать какой-то определенный эстетический импульс, но и давать какие-то ощущения, какую-то определенную атмосферу погружения, какую-то иммерсию погружения во что-то, что нам позволит для себя же, для людей высвободить еще какие-то другие, так сказать, чувства. Ну, и потом, что еще, и потом я очень рада видеть здесь Андрея, потому что, когда мы смотрим на все его перформансы со всеми этими формами, многообразием, это тоже для меня одна из таких очень важных вещей, которые, собственно, ну, дают возможность всем посмотреть и решить, а может быть, действительно могут существовать вот такие вот интересные персонажи, не как только Андрей, но вообще просто как такой вид. Вот, ну, я думаю, что... Спасибо, Александр, большое. Наш следующий участник Андрей Бартенев, художник, скульптор, экспериментатор, автор провокационных интерактивных инсталляций и перформансов, Бартенев, которого с 90-х годов называют человеком перформансов и мастером инсталляции, исследует мир через контрасты цветов, объемов, фактур, поверхностей, через активное взаимодействие материалов и форм. В 2002 году он работал над спектаклем «Лестница красного» в центре Watermill в Хэмптоне, Нью-Йорке. В 2017 году он принял участие в фестивале Burning Man с лагерем Aliens, Yes. В 2018 году Бартенев получил звание «Альтернативная мисс мира» в качестве мисс НЛО. Сейчас мы увидим несколько фотографий, сделанных Павлом Антоновым с перформанса Burning Man. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я считаю, что задача искусства – формировать вопросы. Не задавать вопросы, ни в коем случае формировать вопросы. И причем из этих формирующихся вопросов искусство создает такие огромные микрорайоны вопросов, плацдармы вопросов. И тем самым искусство расширяет границы нашего эволюционного сознания. И в этом я вижу свою самую главную миссию – тоже формировать вопросы. И в моих перформансах, которые я делаю уже многие годы, одна из главных тем – это, конечно же, тема внеземных цивилизаций, встречи с инопланетянами. Я их называю иноплами. Вот встреча с иноплами. И все перформансы, и все предметы, которые я делаю, посвященные иноплам – это удовлетворение зрительской страсти контактов. Они хотят контакта, Бартенев дает этот контакт. И я вам сейчас покажу примеры самого примитивного контакта. Вот такой домашний горшок. Вы можете насыпать туда рис, сахар, соль и уже получить свой мини-домашний контакт с иноплами. И, значит, на такой извеченный вопрос Шекспира «Быть или не быть контакту» Бартенев отвечает «Юрик, конечно же, контакту быть». Почему я создаю перформансы, посвященные инопланетным эволюциям, цивилизациям и иноплам? Потому что я хочу пробудить у своих зрителей ту интуицию, ту ее качественную часть, которая отвечает за вот это всегалактическое ощущение, за эту естественную всегалактическую взаимосвязь. Чтобы человек не думал, что он функция государственная, что он не думал, что он функция внутри своей семейной ячейки, что он не думал, что он биоаппарат, который готовит еду на кухне, что он не думал, что он та функция или элемент, который идет на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Я через свой перформанс давлю на ту кнопку, которая вдруг естественным образом открывает чакры, и человек начинает интуитивно себя ощущать как часть огромного всекосмического цветка. Но здесь самое главное в моем перформансе – это большая галерея вопросов. И, может быть, один из этих вопросов звучит так. Может быть, мы со всей нашей галактикой, со всей системой этих галактик всего лишь старый шерстяной носок и черные дыры. И это всего лишь ритмы чередования нитей, которые сформированы огромными, гигантскими, непостижимыми спицами всевидящего, всеобщего создателя. И вот это меня интересует. И вот этот вопрос я хочу транслировать своему зрителю. И, конечно же, в своих перформансах я стараюсь говорить о том, что есть совершенно другая форма путешествия. Это когда суть путешествует из одного тела в другое тело. И если мы сейчас громко об этом не говорим, и если мы сейчас не фиксируем факты путешествия из одного тела в сути в другое тело, но, может быть, потому что это делается невероятно секретно, невероятно нефиксируемо, невероятно прозрачно, невероятно неощутимо. Но это не значит, что этого не существует. И такой момент. Откуда в нашем сознании возникают вопросы, на которые мы даже не пытаемся искать ответы? Вопросы, которые нас меняют. И это я тоже пытаюсь запихнуть в свои игровые перформансы. И об этом я пытаюсь рассказывать через своих инопланетян. Ну вот, наверное, и все, что я хотел сказать. И последняя часть моего перформанса – это вот такое кастрюлеобразное существо, инопланетянин, которого я делал из глины здесь в Испании находился. Ну все. Не буду больше забирать вашего времени. Огромное спасибо, Андрей. Пожалуйста. Сейчас мы немножко вернемся к собакам. Олеся, почему советские ученые отправляли в первый суборбитальные и арбитральные полеты именно собак, а американские ученые – обезьян? Олеся? Звук. Ну, во-первых, прежде чем перейти к собакам, Андрей, респект, как ты близок к Целковскому? Когда ты говорил, я вспоминала, я очень люблю Целковского и постоянно его читаю. Его труд ум и страсти, уравнение страсти, конечно же. Да, потому что он говорил о режиссере Вселенной. Он считал, что мы не видим других существ, как высших, потому что мы еще не обладаем этой способностью увидеть. И о том, что люди… он считал также, что люди не умирают. У него была теория пампсихизма, потому что они рассыпаются на мельчайшие части, а потом мы ими обмениваемся. То есть, поэтому нельзя обижать друг друга, и если люди мучают друг друга или убивают, то, значит, вот эта частица мучи, жертвы, она обязательно попадет потом, может быть, к мучителю. Очень, конечно, в духе Целковского спасибо. Спасибо. Да, а если вернуться к собакам, то, конечно же, это очень важно, так как считается, что, безусловно, и это правда, что обезьяны, они более близки к человеку. Но с обезьянами тяжелее работать. И вообще-то американцы начали работать с обезьянами и начали, собственно говоря, даже, ну, примерно одновременно или немножко раньше, чем советские исследователи. И когда встал вопрос, кого выбрать, то вот по воспоминаниям ученых, Газенко позвал своего коллегу пойти в цирк. И там они у знаменитого дрессировщика обезьян узнали, что они очень нервные обезьяны, они переживают, они тяжело переносят прививки. И вообще, они настолько нервные, что их отправляли даже в субрепитальные полеты под наркозом. И это стало причиной гибели обезьян. И стало причиной того, что в 69-м году Конгресс США запретил, как бы, использовать в космических целях обезьян, что и справедливо сделали. С другой стороны, с собаками как бы было легче работать, и в то же время собаки не чувствительны, но не так, как обезьяны, не такие нервные. И к тому же была традиция академика Павлова, который изучал, как вы знаете, условные и безусловные рефлексии. У нас есть прекрасное, такое и немного устрашающее место Колтуши, и там он проводил свои эксперименты. До сих пор это как бы невозможно без содрогания смотреть, где он изучал различные способы, как собаки реагировали на звонок, у них выделялся желудочный сок и так далее. И считается, что советская власть, она, в принципе, построила этот городок Колтуши для Павлова, и не только потому, что это было очень материалистическое учение, но и также потому, что не исключено, что хотели выработать у советского человека такой условный и безусловный рефлекс, чтобы он мог подчиняться и выйти из этой концепции, которая нам прекрасно обрисовала Андрей, и стать именно ячейкой государства, семьи и подчиняться определенному звоночку. Звание от нас выделяется желудочный сок, мы бежим на работу. Звание от мы бежим там куда-то еще. То есть мы уже не задумываемся о том, что мы другие, и мы не обращаем внимания на формирование вопросов. Хотя, когда в 70-е годы Советский Союз начал программу БИОН и позвал в разгар Холодной войны Соединенные Штаты ученых участвовать в этой программе, они были потрясены. То есть фактически самая дорогая часть эксперимента ракета уже оплачена была Советским Союзом. И в 80-е годы начинаются эксперименты с обезьянами, которые были запрещены в Соединенных Штатах, а у американцев были очень большие как бы наработки, и вместе с американскими учеными начинают готовить обезьян, и по двое их отправляют в полеты, и, конечно же, им вживляют электроды. Потом вспоминают, как тот же Газенко писал, что невозможно без строгания смотреть на маленькое тело обезьяны, и вот все эти электроды, которые у нее, но не перегружали их заданиями. И они, тут еще очень важно, что в тех же колтушах, где Павлов работал с обезьянами, такой академик Фирсов, он изучал высшую нервную деятельность на обезьянах. Но это все закончилось в 97-м году, потому что погибла обезьяна-мультик, потому что у нее была индивидуальная непереносимость к наркозу, и тогда, опять же, Американское общество защиты животных в Америке и Конгресс сказали, что пора прекратить. И уже Новая Россия, у которой не было денег, не продолжала эти эксперименты. И сейчас они не могут осуществляться. Я была в Алубке, куда из Сухуми переехал питомник, и там, конечно, боже мой, такой памятник обезьянам. Вы видели, я вам показала стрелку в Музее космонавтики. Если вы позволите, я сейчас вам покажу этот памятник обезьянам, потому что мне кажется, что в этом, конечно, есть какой-то просто пронзительный момент. Так, сейчас я поделюсь. Ну, так, послал шоу. Ну, вот это колтуши, как они сейчас выглядят. Это памятник Павлову с собакой всегда. И это, собственно, рисунок, как проводили опыты над собаками. А это такой макет деревянный, который, конечно, все равно действует очень ужасающе. И вот как раз эксперименты Ферсова. Надо сказать, что сотрудники колтуши, и не то, что они любезно предоставляли свои семьи, детей, чтобы они с обезьянами общались. Наверное, это было благородно. Вот Дрёма Ероша, которая в 87-м году в программе БИОН участвовала. А вот этот памятник в Адлере. Видите, это спускаемый аппарат, вполне себе человеческий, под таким колпачком, под парашютом. И внутри находятся две обезьянки. Они летали подвое, чтобы видели друг друга, но они были разделены. И вот эти обезьянки, как бы я хотела, чтобы они могли ожить, как тихоохотки. Чтобы они могли замереть, пережить то, что они пережили, и потом к нам вернуться. Не буду больше терзать ваше сердце. Но, конечно, с одной стороны, это был идеологический подход. Разные факты работают с обезьянами. У нас будут как бы собаки. С другой стороны, практически уже были опыты. С третьей стороны, в разгар Холодной войны, вдруг объединяются для того, чтобы работать с обезьянами. И эта программа, собственно, довольно долго длилась. Спасибо, Олеся. Александра, вот вы с матью сегодня обсуждали тихоохоток. То есть вопрос изучения их невероятную выносливость и выживаемость в очень сложных экологических условиях. Как изучение тихоохоток влияет на ваш творческий процесс, Александра? Ну, во-первых, начнем с того, что мне вообще просто интересно то, что происходит с тихоохотками. И что сейчас изучают ученые, почему, собственно, тихоохотки являются некими такими неистребимыми существами. Надо еще сказать, что они уже существуют на Земле больше, чем 500 миллионов лет. То есть одни из таких старейших представителей, которые достаточно сложные как организм, потому что у них, опять же, есть и, собственно, глаза. Ну, это не глаза, это фотоэлементы и так далее. Ну, которые как наши глаза, у них есть система, у них есть желудок, у них есть система половых органов и все остальное. То есть они достаточно сложны, несмотря на то, что они, в общем-то, крошечные существа, которых где-то приблизительно 0,5 миллиметра. И, соответственно, когда их изучаешь, начинаешь понимать, что, собственно, вот, во-первых, это очень интересное ощущение, потому что мы всегда думаем, что вот то, что мы видим, это и есть. На самом деле вот светохотки, они есть, но мы их не видим. То есть когда их видишь неожиданно через микроскоп, сильный, так сказать, более-менее профессиональный микроскоп, начинаешь понимать, что это реально необыкновенные животные, у которых есть четыре пары лап, причем с такими скоготками, которые, ну, как мы понимаем, не знаем, насколько они общаются между собой, потому что я наблюдала тихоходы в основном, которые существуют в одном и том же пространстве, но без какого-либо контакта между, так сказать, ними. Но, опять же, это просто случай, когда повезет или не повезет. Но одновременно начинаешь понимать, что эти же самые тихоходки, которые вполне материальны, которые вполне животные, они в какой-то момент могут заснуть, и это благодаря, или спать вот это состояние намбиоза, когда, собственно, благодаря чему? Потому что у них есть необыкновенные свойства их белков, которые позволяют создавать, они полностью теряют практически воду, что им позволяет, собственно, выжить в любых ситуациях. Их вес тела становится в три раза меньше, чем он был. И одновременно вот эти вот белки, они позволяют, собственно, защитить их от радиации, защитить их от пересыхания, от кипения, потому что там очень много факторов, которые они переносят. И, соответственно, когда ты на них смотришь, ну, во-первых, первое, ты понимаешь, что мир не заканчивается на том, что мы видим, он значительно более, так сказать, как бы идет значительно дальше. И для меня это интересно, как можно, например, этот мир тоже дать возможность увидеть всем остальным. То есть это, соответственно, один из таких моментов не только с точки зрения как бы биологический, когда мы изучаем биологию или там, я не знаю, мы занимаемся каким-то изучением физики, например, которые работают с атомами и то, что, в общем, является всеми частицами, с которых мы, собственно, состоим. А именно вот тихоходки, они именно тот самый возможный вариант, когда их можно показать, о них можно рассказать, и они могут быть стать сюжетом, сюжетом какого-то нарратива. И, соответственно, это как бы не существует, потому что мы не видим, но это существует, если предложить какие-то небольшие усилия. Вот эта вот история, вот эти вот фантазии насчет них, как они живут, что они делают и так далее, это как раз один из возможных моментов расширить наше видение. Ну и потом, безусловно, конечно, мы даем какой-то всегда немножко антропологический аспект тихоходкам, хотя, с другой стороны, не только тихоходкам, а всему то, чего мы касаемся, когда мы придумываем что-то, и то же самое животные, потому что мы их тоже воспринимаем в какой-то степени как людей. Хотя, с другой стороны, опять же, у нас очень много функций, наши жизненные, они такие же, они абсолютно одинаковые у нас и у них, поэтому мы, так сказать, можем себе немножко позволить эту вольность. И поэтому, соответственно, это очень интересно с точки зрения придумывать вещи, чтобы, как эти вещи могут существовать, и что за миры мы можем с помощью них создать. Спасибо, спасибо, Александра. Матю, what are your thoughts on the intersection of art and science in the study of tardigrades and the black holes? Как, что вы думаете о пересечении науки и искусства в изучении и тихоходок, и черных дыр? Матю? Спасибо. Спасибо. From the science point of view. I think, fundamentally, art and science are driven by the same thing, creativity. And I think, like the tardigrade, the black hole is so extreme. It's beyond the edge of our expectation and understanding. The black hole is past the edge of our physics understanding and tardigrades is past the edge of our biological understanding. And that just, it just blows the mind. And I think things like that, that are off the scale, is so new and different, different from our experiences and different from our understandings and theories. It just, it can't help but spur the imagination and spur more creativity. And I, I just, I, I would, I mean, Alexandra is, is right on it with tardigrades. And I am just so excited to see what she's going to produce from that, the direction she's going to go. So, it's, it's just, it really fuels the imagination and therefore art, these extremes. It can't, I, I think it can't help it. Thank you. Thank you very much. Andрей, сегодня вы упомянули интуицию. Не является ли интуиция механизмом такого инопланетного регулирования наших желаний? Андрей, или... Да, я пытаюсь к этому, конечно же, подвести, что наша интуиция очень неисследованная сфера деятельности. И Циолковский, который боролся со страстью и выводил уравнение и высчитывал, как нужно регулировать вообще страсть, я думаю, что ни одному ему пришла эта мысль. И любая инопланетная, более высокоразвитая цивилизация могла тоже вывести свое уравнение, как управлять человеческой интуицией, как через нее транслировать те или иные задачи. Конечно же, мы понимаем, что в нашей жизни, в нашей цивилизации господствуют две теории. Одна теория – все есть, как оно есть. И вторая контртеория – все не так, как кажется. И вот эти две крайности, эти два берега омываются рекой интуиции. И если мы как бы заглянем на дно интуиции и спросим, чья в глубине скрыта воля, чье скрыто в глубине интуиции желание, какой ответ мы услышим? Вот если бы мы сейчас обратились к статистике и сказали, что на нашей планете живет столько-то женщин, столько-то мужчин, а сколько живет на нашей планете представителей других цивилизаций? Этого ответа мы не знаем. Но это не значит, что их нет среди нас. И вот такие иноплы-ретрансляторы, которые могут контролировать и воздействовать на нашу интуицию, используя ее в своих практических целях, они присутствуют, видимо или невидимо. И если мы предположим, что вот один инопл на 10 тысяч человек, а может быть два инопла на 10 тысяч человек, и вот инопл – регулятор нашей интуиции, инопл, который воздействует и усиливает нашу интуицию, как это работает? Вот очень интересный вопрос. То есть если он, например, один на 10 тысяч человек, вот ближний круг из этих 10 тысяч человек, которые находятся ближе к нему, они получают больше интуитивное воздействие, то есть они получают импульс более сильный, и тогда они, чувствуя, что им нужно что-то сделать, они более четко и организованно выполняют эту инопланетную волю. А те, кто вот это из 10 тысяч человек, живут подальше, как в кратере, так вот чем дальше и дальше и дальше, то есть они уже слабо. И не являются ли художники и все эти вот творческие люди, которые занимаются так или иначе страстями и интуициями, то есть их практика на этом построена, не являются ли они вот этими максимальными адептами, которые подвержены инопланетному регулированию. Ну вот, наверное, все, что я хотел. Это опять-таки я не задаю вопросы. Я вам сказал в самом начале своего выступления, что задача и цель искусства – строить вопрос. И он строится не для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы вопрос существовал как обособленная форма, как полноценное существо. И, возможно, своим существованием, своим присутствием этот вопрос, он сформирует будущие ответы, которые придут, построят мост к этому вопросу и создадут виток нашей эволюции. Ну вот. Огромное спасибо, Андрей. Пожалуйста. Обращайтесь к вопросу. Последний вопрос будет, наверное, к Олесе. Мы вернемся к идеологии. А в своей книге вы назвали космических собак первыми поп-звездами в Советском Союзе. Как образы героических собак использовали для пропаганды? Как воздействовала идеология на программу с космическими собаками? И что произошло, когда космическая гонка закончилась? Олесе? Да. Но, безусловно, в тоталитарном государстве не могло быть поп-звезды. И поэтому, конечно, были любимые актеры, любимые исполнители, но за все отвечал советский народ, то есть коллектив. А собаки, поскольку они были, с одной стороны, очень персонифицированы, с другой стороны, у них не было человеческой индивидуальности, им можно было приписать вот эту славу, и это ничем не грозило. И удивительным образом на советских космических собаках отрепетировали и пропаганду космонавтов. И вот сейчас мы будем через два дня праздновать полет Юрия Алексеевича Гагарина. И то, как печатали фотографии, то, как встречали на заводах, детских садах, на предприятиях, отправляли там, я не знаю, ну не в другие страны, в различные учреждения. Это было отрепетировано на собаках до такой степени, что, когда, как известно, когда Гагарин оказался в Великобритании, то он пользовался невероятным успехом. Люди выходили встречать его прямо от аэропорта, и до Лондона стояла толпа. И, по-моему, там кто-то из, по-моему, премьер-министров, один из премьер-министров сказал, что хорошо, что они не прислали собаку, иначе бы вообще был полностью, как бы весь Лондон был бы остановлен. Поэтому, конечно же, в патриотарном государстве очень легко и хорошо использовать бессловесных животных, что не исключает любви и, как бы, радости по отношению к ним. Но я хотела бы еще, если позволите, как раз присоединиться к вопросу об интуиции, о которой мы так или иначе говорили, и Андрей перед этим так хорошо сказал. Я тоже считаю, что художники обладают потрясающей способностью формулировать те вопросы, которые действительно позволят потом прийти к какому-то ответу. И так были сделаны очень многие, кстати, научные открытия. И секрет, опять же, что научная фантастика вдохновила все космические программы. А потом мы начинали считать и понимали, что в пушке, например, в которую собирался, с помощью которой Джульверен собирался на Луну отправить, расплющит. Значит, нам нужна другая, как бы, система. И у Герберта Уэллса тоже не подходит. Поэтому, конечно, потрясающе, когда вот Мэтью, например, говорил и о научных проблемах, и о том, что как бы наиболее приспособленными будет, помимо этих охоток и людей, которые путешествуют между планетами, те, кто прошли через черные дыры, то есть стали другими. И к вопросу о черных дырах и черной материи, я согласна, что вот у меня был такой случай, что художники московские, концептуальные Елена Илагина и Игорь Макаревич, они сделали инсталляцию «Тёмная материя» в Лондоне, показали, и туда пришёл астроном из Гринвича, из Гринвичской обсерватории. Он посмотрел и сказал, ну теперь я понял, что такое «Тёмная материя», потому что это самое неопределяемое мы, как люди, можем понять только через метафору или визуальный образ. А метафорическое, собственно говоря, представление – это привилегия художников, которые в таком случае являются среди нас инопланетянами или инопланетянами, как Андрей сказал. Я только надеюсь, что у них такая же, как эта выдержка, как у тихоходок, что они, несмотря на все заморозки, всё равно выживут на любом континенте и потом оживут. В общем, голосуем за инопланетян, тихоходок и космических собак, но не только. За крысы, за космическую пыль, за гекконов. Вы представляете, ведь как бы если обратиться к Николаю Фёдоровичу Фёдорову, который предлагал воскресить нас из космической пыли, мы в дальнейшем наконец-то будем чтить не только своих прадедов, а мы будем чтить действительно тихоходок, каждую поимённую, мы будем чтить космическую пыль, мы будем каждую мышку, погибшую или выжившую, каждую собаку, каждую обезьяну и каждого геккона. И это очень важно, потому что они часть нас, а мы часть этих существ. Огромное огромное спасибо, Олеся. Наше время подходит к концу сегодняшней дискуссии. Огромное спасибо всем выступающим. Можно я только чуть-чуть? Конечно, конечно. Чуть-чуть прямо я хочу Олеся дополнить. Вот сейчас прозвучал манифест нового межгалактического гуманизма. Вот как бы мы на пороге новой эры. И я об этом всё время твержу, потому что человечество сейчас настолько увлечено искусственным интеллектом и бросило всё своё внимание только туда, на этот искусственный интеллект, но мы ещё так не разобрались с тем, что мы имеем. И вот лучше бы мы выстраивали какие-то новые гуманистические правила, о которых говорит Олеся, нежели занимались бы искусственным интеллектом. Ну вот это просто моё маленькое дополнение. Извините. Замечательное дополнение. Я думаю, что по поводу манифеста мы ещё встретимся ещё раз. Надеюсь... А эти коходки подпишутся? Конечно, подпишутся. А что им остаётся делать? Так что огромное спасибо и Матю Ли, и Олесе Туркиной, Александре Дементьеву, Андрею Бартеневу. Благодарим Леонардо и Лейзе Токс, и команды Silent Media Art Lab, Клодер Фундейшн и Граунд Солянка Гяллери. И огромное спасибо публике и нашей аудитории. Сейчас предлагаю продолжить нашу беседу в будущем. А сейчас в завершение дискуссии мы покажем небольшой пятиминутный видеоролик о Франции Silent Media Art Lab. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще раз огромное спасибо всем и до новых встреч! Большое спасибо! Счастливо! Спасибо!